Здравствуйте, дорогие мастерицы! Сегодня я хочу пригласить вас на мастер-класс по вязанию карамельки из мультика «Три кота». Поэтому все, кто хочет присоединиться ко мне, добро пожаловать и приступаем. Так, мы вяжем с вами ниткой оранжевого цвета детская новинка. И начинаем мы с головы нашей карамельки. Мы делаем с вами волшебное кольцо амигуруми. И провязываем в это кольцо 6 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Затягиваем наше колечко и делаем соединительный столбик в первую петлю. Следующий ряд мы с вами будем провязывать прибавочками. То есть всего у нас должно быть 6 прибавок. И в конце ряда у нас с вами должно получиться 12 столбиков. Провязываем. Раз. Два, три, четыре. Пять. И последнюю прибавочку. Шесть. Вот так. Ставим с вами цветной маркер, чтобы знать, где наше начало ряда. И продолжаем с вами вязание. Следующий ряд у нас с вами будет один столбик прибавка. Прибавка. И так мы делаем с вами до конца ряда один столбик прибавка. Провязываем. В конце ряда у нас с вами будет 18 петель. Следующий ряд мы вяжем с вами два столбика прибавка. Раз. Два. Прибавка. И так мы делаем с вами до конца ряда два столбика прибавка. В конце ряда у нас с вами будет 24 петли. Провязываем. Следующий ряд мы делаем с вами три столбика прибавка. Раз. Два. Три. И прибавка. И так мы с вами делаем до конца ряда три столбика прибавка. В конце ряда у нас с вами будет 30 петелек. Провязываем. Вяжем следующий ряд. И сейчас мы с вами делаем четыре столбика прибавка. Раз. Два. Три. Четыре. И прибавка. И так мы вяжем с вами до конца ряда четыре столбика прибавка. В конце ряда у нас с вами будет 36 петелек. Провязываем. И последний ряд с прибавочками мы с вами делаем пять столбиков прибавка. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. И прибавка. И так мы делаем с вами до конца ряда пять столбиков прибавка. В конце ряда у нас с вами будет 42 петельки. Провязываем. Переставляем наш цветной маркер на начало ряда и вяжем с вами без изменений в каждую столбик, каждую петельку по столбику шесть рядов. В каждом ряду у нас с вами по 42 петельки. И так провязываем. И так мы провязали с вами шесть рядов. Наша деталька стала закругляться. И сейчас мы отмечаем начало нашего ряда цветным маркером и продолжаем с вами вязание. Мы вяжем пять столбиков прибавка. Убавка. Раз, два, три, четыре, пять. Убавка. Я беру переднюю петлю нашего вязания, захватываю вторую петлю и провязываю через них столбик без накида. Существуют другие виды убавок и на моем канале есть такое видео с разными видами убавок. Поэтому ссылочку оставлю внизу. Можете посмотреть, как еще можно делать убавки. Итак, мы делаем с вами пять столбиков убавка до конца ряда. И в конце у нас с вами должно быть 36 петелек. Провязываем. Следующий ряд мы вяжем четыре столбика убавка. Раз, два, три, четыре и убавка. Итак, провязываем с вами до конца ряда четыре столбика убавка. В конце ряда у нас с вами будет 30 петелек. Провязываем. Следующий ряд мы вяжем один ряд без изменений. То есть в каждую петельку по столбику. Всего 30 столбиков. Провязываем. Следующий ряд мы вяжем с вами три столбика убавка. Раз, два, три и убавка. Итак, мы провязываем с вами до конца ряда три столбика убавка. И в конце ряда у нас с вами будет 18 петелек. Провязываем. Вяжем далее. И сейчас мы делаем с вами два столбика убавка. Итак, мы делаем с вами до конца ряда два столбика убавка. И в конце у нас должно с вами получиться 18 столбиков. Провязываем. Набиваем нашу детальку холофайбером. И продолжаем наше вязание. Мы набили с вами голову нашей карамельки. И следующий ряд мы вяжем с вами один столбик убавка. Раз, убавка. И так мы вяжем с вами до конца ряда один столбик убавка. В конце ряда у нас с вами будет 12 петелек. Провязываем. Наполняем в оставшееся отверстие холофайбер. Чтобы голова у нас была прочная. Вот так. Нужно еще немножко добавить, потому что пожестче лучше. Иначе не будет держать форму. Итак, в образовавшееся отверстие я вставляю вот такую деревянную палочку. Эту палочку я нашла в местах, где продают кофе для размешивания. Вот пополам ее сломала. И мы вставляем вот так нашу палочку. Потому что... Можно даже еще немножко сломать. Потому что голова у карамельки тоненькая. Вот в этом месте шея. И голова будет болтаться, если не поставить опору. И продолжаем дальше наше вязание. Теперь мы закрываем нашу дырочку убавками. И так. Закрываем. Можно еще добавить немножко холофайбера. Потому что вот у нас тут немножко дырочка образуется. Я набиваю концом крючка. Он у меня с силиконовой ручкой. Поэтому холофайбер не скользит. Очень удобно наполнять детальки. Именно таким образом. Так. Вот так. Вот сюда, в эту сторону еще. Немножечко. Вот так. И продолжаем закрывать. Вот так. И еще. Вот так. Таким образом. Холофайбер у меня мелкий. Поэтому постоянно выскакивает. В дырочке лучше использовать, конечно, более крупный холофайбер. Все. Мы с вами закрыли. Делаем с вами соединительный столбик и воздушную петлю для закрепления. Отрезаем нить длинную, чтобы потом пришить к телу нашу голову. Тоже вот такая у нас голова с вами получилась. Такой большой апельсиновый чупа-чупс на палочке. И продолжаем с вами вязать. Будем вязать с вами ушки. Берем с вами оранжевую нить. Делаем кольцо амигуруми. И провязываем в кольцо три столбика без накида. Раз. Два. Три. Затягиваем наше колечко. И делаем соединительный столбик в первую петельку. Отрезаем кончик. Далее провязываем с вами три прибавки. Раз. Здесь будет тяжеловато. Так, раз. Прибавка. Потому что колечко очень маленькое. Два прибавка. И. Три прибавка. Всего у нас с вами будет шесть столбиков. Далее. Следующий ряд отмечаем цветным маркером. И вяжем с вами один ряд без изменений. Шесть столбиков. Два. Два. Три. Четыре. Пять. И шесть. Итак, в следующий ряд мы вяжем один столбик прибавка. Итак, мы повторяем с вами три раза один столбик прибавка до конца ряда. И всего в ряду у нас с вами получится девять столбиков. Провязываем. И еще разочек. Следующий ряд мы провязываем с вами без изменений. Девять столбиков. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь и девять. Перестанавливаем с вами цветной маркер на начало ряда. И продолжаем вязать. Следующий ряд мы делаем с вами два столбика прибавка. Раз. Два. И прибавка. В конце ряда у нас с вами должно получиться 12 столбиков. Провязываем. Следующий ряд мы провязываем с вами без изменений 12 столбиков. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. И двенадцать. Следующий ряд мы вяжем с вами три столбика прибавка. Раз. Два. Три. Прибавка. И так мы делаем с вами до конца ряда. Три столбика прибавка. В конце ряда у вас получится 15 петелек. Провязываем. И последний ряд в нашем ушке мы провязываем 15 столбиков без накида. Без изменений один ряд. Провязываем. Так. Мы провязали с вами наше ушко. Последней петелькой мы делаем соединительный столбик. Воздушную петлю для закрепления. И отрезаем длинную нить для пришивания. Аналогично вы вяжете второе ушко. Итак, мы связали с вами ушки. И сейчас мы с вами будем делать окантовочку ушко белым цветом. Мы берем не белый цвет в иголочку, вставляем ниточку, а такого, можно молочного или немножко сероватого. Чтобы на ушках сильного контраста белого цвета не было. Итак, вставляем ниточку. Наш узелок затягиваем. И делаем такими стежками, как бы вышивая на ушки. Раз, стежок. Заводим сюда теперь иголочку. И сразу на другую сторону переводим. Вот так. Сначала делаем окантовку. Самого ушка, какое у нас с вами. Получится. И в эту сторону выводим. У меня ниточка такая. Вот посмотрите, она скручена. Из многих ниточек. Ей очень удобно вышивать. Потому что она сразу захватывает большой объем. Она распушается. И получается красиво. Так, далее мы стежками накладываем сначала нижнюю часть ушка. Вот так, друг за другом. Это намного удобнее вышивать, чем вязать ушко отдельным цветом. Получается, потому что, если мы просто свяжем сюда еще один треугольничек. Я пробовала так делать, но мне почему-то не понравилось. Очень грубо смотрится, когда его пришиваешь. И вышивкой мне вот нравится больше. Более аккуратно получается. То есть мы с вами делаем вот так, последний нижний ряд мы с вами уже вышили. И теперь мы выводим иголочку чуть повыше. Немножко туховато, так как нитка довольно большая. И теперь мы с вами вышиваем. Вот, когда мы вышиваем верхний ряд, мы чуть-чуть заезжаем, вот, посмотрите, на предыдущий белый ряд. Чтобы они были у нас немножко с нахлёстом. Чуть-чуть совсем. И тогда будет смотреться красивее. Как будто это такая светленькая шерстка. У котенка. Вот. Еще разочек. И вот. Уже туговато выводится ниточка, потому что много нашили. Смотрите, как у нас получилось с вами. И несколько еще стежков. Можно чуть повыше вот как-то. Чуть повыше мы сейчас. Вот здесь сделаем контур. Поднимем чуть-чуть. Наш треугольничек. Прям буквально двумя стежочками. Вот раз стежочек. В эту сторону. Два. Все. Закрепляем нашу ниточку. Последний еще стежок. Закрепляем. Вниз. Внутрь выводим нитку. И здесь вот. Закрепляем на узелочек. Обрезаем ниточку. Вот такое у нас получилось ушко. Вот второе. Аналогично делайте сами.